Очень важно сделать такой контент, который будет попадать в самое сердце и мозг ваших клиентов, но также важно учесть определенную особенность. И вот об этой особенности мы сейчас тоже поговорим. Это теория, которая мне очень нравится, и я считаю, что она действительно действенная. Теория поколений. Очень важно учитывать, кто именно ваша аудитория. Важно понимать это по гендерному, географическому, ментальному, возрастному признаку. Но еще очень важно понимать, к какому поколению относится ваша аудитория. Потому что сейчас мы живем в то время, когда очень сильно зависят каналы коммуникации и возможность общаться с клиентами от того, к какому поколению принадлежит человек. Потому что его образ мышления, его образ существования в реальности зависит от этих цифр. Ну вот, собственно, у нас наиболее активны сейчас три поколения. X, Y и Z. X – это люди, рожденные в период между 65-ми и 80-ми, вы видите. Для них самая важная ценность – это баланс. Баланс между семьей, работой, хобби. Они читают газеты, смотрят ТВ, читают журналы. В работе с компьютерами у них, как правило, используется почта. Реже социальные сети, ну, например, одноклассники. Поколение Y – это люди, рожденные в период между 81-м и 99-ми годами. И для них самое главное – это свобода самовыражений, чтобы их любили. Они очень активно пользуются соцсетями. Это, собственно, в сегодняшний момент самая активная часть пользователей соцсетей. Тут тоже, конечно, особенно в специфике нашей страны важно учитывать географический фактор. В Москве, например, Facebook популярен, а вот если мы говорим про Сибирь, популярнее будет, конечно, ВКонтакте. В своей жизни, как правило, они используют два экрана. Например, смотрят сериал по телевизору или на экране компьютера и параллельно ставят лайки в Инстаграм. Это тоже такая новая реальность, когда ты одновременно, в общем, находишься как бы в двух пространствах экранных. Ну и поколение Z – вот самое сложное поколение. Сейчас огромное количество исследований проходит на тему, что это за люди и, в общем, как они коммуницируют. Но совершенно понятно уже даже сейчас, я это сама вижу по уже подросшим детям своих подруг, что это люди, которые вообще существуют в другой реальности. Эта реальность у них будет, ну, скажем так, некая такая дополненная реальность. Для них самое важное – это развлечение, в то же время забота об обществе. Они настолько техноголики, в отличие от предыдущих поколений, о которых мы говорили, что совсем не могут жить без гаджетов. Это, в общем, органическое их продолжение. Основной канал получения новой информации у них – это видео. Основное средство коммуникации – встраиваемые гаджеты. Сейчас это Apple Watch, а дальше, ну, наверняка, как в фантастических фильмах, будут датчики в руке или в глазе или где-то еще. Конечно, будущее для них будет вот лежать в этой такой дополненной реальности. Многие бренды одежды уже вовсю разрабатывают приложения, когда клиенты смогут примерять на себе новые коллекции прямо в шлемах дополнительной реальности. Понятно, что вот это поколение, скорее всего, уже не будет пользоваться традиционными видами покупок и так далее. То есть это полностью заточенное под интернет поколение. Соответственно, новые виртуальные примерочные, виртуальные магазины, виртуальные галереи, по которым ты можешь пройти – это вот все то, над чем сейчас работает Силиконовая долина, то, над чем работает огромное количество стартаперов и то, в чем мы будем жить в ближайшее время. Соответственно, если мы учитываем это, нужно понимать, что не вещание, а интеграция. Вот это основной тезис. Нужно уйти от старой односторонней модели, когда СМИ только вещали, и, в общем, связь была односторонней. Ты представлял некого своего читателя, которому ты адресуешь, как журналист, свое сообщение, колонку и так далее. А ты сейчас должен вовлекать и увлекать клиентов в процесс коммуникации. На мой взгляд, вообще процесс коммуникации в современной журналистике – это такой основной фактор изменения, который нужно учитывать. Время просто твоих сообщений миру, время, в общем, ну, как я его называю, время левитана, когда вот некий голос бархатный из радио или из телевидения или из газеты вещал тебе сообщения. Дорогие товарищи, сегодня… Вот это все ушло в прошлое, уходит в прошлое. Сейчас ты должен завлечь человека, ты должен коммуницировать с ним и давать возможность обратной связи, и только это порождает настоящий интерес. Если вы становитесь СМИ, то должны работать в режиме реального времени. Это крайне важно. Не пропускать инфоповоды и важные события. В общем, сегодня мы не можем написать просто простран… Ну, то есть можем, но он не будет популярен никогда. Какой-то пространный материал на какую-то общую тему. Даже на эту общую тему ты должен быть привязан к сегодняшнему инфоповоду. То есть инфоповод сейчас стал гораздо важнее, чем это было раньше. И, собственно, кто первый откликнулся, кто первый что-то создал на ту или иную тему, тот и выиграл. Важно уметь правильно встроить свой пиар в некую историю. Ну, вот прекрасный кейс. Родила Ксения Собчак ребенка. Почему не предложить ей за 10 миллионов долларов назвать ребенка Кинга? Замечательный кейс прекрасного, на мой взгляд, маркетинга компании «Бургер Кинг», которая, в общем, воспользовавшись неким существенным для моих подписчиков, для соцсетей поводом моей личной жизни, сделал, собственно, пиар себе, который, с одной стороны, был абсолютно безопасен, потому что в данном случае алчность не победила. И, в общем, я подумала, что нельзя так мальчику сразу портить судьбу, назвать его Кинга. Я подумала, что у него будет только один друг в этом мире. Это сын Полонского Мирокс. В общем, вот, мне кажется, что это единственный мальчик, который бы стал с ним дружить. Дети со странными именами. Вот, соответственно, в общем, компания, я думаю, на этом сделала хороший пиар, растроумный пиар-ход и, в общем, и деньгами не рискнули, сделав официальное предложение, но понятно, что от такого предложения и по их расчету тоже, видимо, они хорошо следят за брендом Ксении Собчак. Она отказалась, что, собственно, я и сделала. И, с другой стороны, получили хорошую вот эту, то, что называется, шапку некого большого другого информационного повода. Те компании, которые умеют этим правильно воспользоваться, не задев ничьи чувства, используя только правильные информационные поводы, те, собственно, и выигрывают. Конечно, здесь бывают тоже странные ситуации, здесь надо понимать, о каком информационном поводе мы говорим. Ну, например, я не знаю, видели вы или нет, многие это постили в своих соцсетях, как пример как раз даже не плохого, а я скажу так, адского маркетинга, когда ко дню победы какие-то салоны красоты говорят, дорогие ветераны, только сегодня маникюр по цене там чего-то, чего-то, еще со скидкой сделаем вам педикюр. Ну, в общем, понятно, что, наверное, в день победы, в общем, для ветеранов Великой Отечественной войны маникюр с педикюром – это не самое, ну, как бы, со всех точек зрения, этическое в том числе, правильное и горячее предложение. Поэтому здесь тоже надо понимать, опять же, с какой аудиторией вы коммуницируете и по какому инфоповоду, но использовать и быть релевантным – это крайне важно. Еще вот третье правило, мы поговорили про реал-тайм, релевантность и дальше резонанс. Если вы будете делать резонансные сообщения, очень быстро потеряетесь в этом шуме. Очень мне понравился один из постов в блоге банка Олега Тинькова. Пост о том, как заработать в Москве, если ты получаешь 150 тысяч рублей в месяц. Кажется, это самый вообще короткий пост за всю историю блогинга, потому что этот пост состоял всего из одного слова и был крайне популярен. Пост звучал так – никак. При этом это, в общем, резонансная тема, резонансный ответ и куча репостов и шерингов этой записи. Просто за счет такого, ну, вот, правильного, честного ответа по теме и с правильным резонансом, а не просто с некими заявлениями. Ну, условно, в этом смысле самое, наверное, страшное для журналиста – стать неким таким журналистским джигурдой, который все время выдает какие-то поводы. В общем, там, не знаю, Бажена Рынска, наверное, тоже хороший пример. Когда ты уже там один трэш перекрывает другой трэш, этого трэша становится все больше и больше, в какой-то момент ты к нему привыкаешь, и это становится просто информационным шумом не очень здорового психически человека. Вот, главное, не уйти в эту, как бы, нишу в погоне за резонансом. В этом смысле пример Олега Тинькова как раз пример хорошего резонанса. Расскажите истории, стори-тейлинг, как основной механизм донесения до клиентов, или, в моем случае, до своей аудитории, правильного контента. Собственно, то, что сейчас мы видим, невероятный рост и бум нативной рекламы, тоже связан как раз со стори-тейлингом. Это лучший на сегодняшний момент, на мой взгляд, инструмент контент-маркетинга. Это то, когда вы рассказываете истории о своем продукте, компании, клиентах, сотрудниках, о каких-то ценностях, которые вы считаете важным. В общем, такой самый правильный способ. Несколько лет назад два исследователя, Роб Уокер и Джошуа Гленн, провели эксперимент, чтобы оценить воздействие историй на продажу продуктов. Они накупили в магазинах всяких ненужных безделушек стоимостью не более 2 долларов за штуку. Потом они попросили знакомых писать или написать небольшую историю о той или иной продукции. В общем, далее вся эта продукция была выставлена на продажу на аукционе eBay вместе с этими историями, написанными писателями. И, в общем, как результат, на покупку всех товаров исследователи потратили немногим больше 120 долларов. При продажах на eBay они получили более 3600 долларов. И эта разница – это, собственно, добавочная стоимость стори-тейлинга. Расскажите свою историю. Это гораздо эффективнее, гораздо лучше, чем рассказ просто о вашем продукте. Не рассказывайте, что ваш шампунь самый бархатистый, а расскажите историю девушки, которая воспользовалась этим шампунем и, не знаю, вышла замуж за Романа Абрамовича. Далее. В любом бизнесе есть место для истории. Это могут быть рассказы, кейсы, успехы, отзывы, фильмы, анекдоты и даже слухи, хорошие слухи о вашей компании или продукте. Рассказы, кейсы, отзывы, фильмы, анекдоты и слухи. Способы вашего стори-тейлинга, то, как они могут выглядеть и то, чем можно пользоваться. Совсем недавно я нашла в интернете случайно вообще отличный образец вот какого-то нового, пусть странного и желтого подхода к рекламе. Сообщение о некой звезде, там, по-моему, какого-то сериала, не помню, значит, которую арестовали, значит, там большая надпись, там такую-то арестовали и будут судить за что-то. Дальше даже мне стало интересно, я думаю, господи, ну что там вот с человеком случилось. То есть ты нажимаешь кнопочку, проходишь дальше по ссылке и, в общем, там видишь какое-то странное, явно зашифрованное рекламное сообщение о том, что, в общем, какая-то фармацевтическая компания судится со звездой за то, что она рассказала публичный секрет, которым они не хотели ни с кем делиться, неких там таблеток для похудания. И вот дальше журналистское расследование этого секрета, чтобы вот его обнародовать. И, в общем, невероятно захватывающая история, призванная прорекламировать эти таблетки для похудания. Сделано это интересно, остроумно и точно попадает в свою аудиторию, там, людей, которые следят за какой-то жизнью отечественных звезд, потому что, ну, история, где сочетается судебное дело, нераскрытый секрет и еще эффективность средства, это, конечно, история о хорошем слухе, о хорошей истории, которая может вам понадобиться. Ну, это понятное правило, но, как мы помним, самое важное в любом сообщении – это контент. И есть фраза, всем вам наверняка знакомая – content is the king. И я хочу поделиться своими правилами, как писать так, чтобы ваше сообщение точно достучалось до клиента. Я называю это «семь правил Ксении Собчак». Они простые, но всегда эффективные. Итак, писать нужно просто, так же, как вы говорите. Не изображайте из себя толстого, не делайте длинные и сложные предложения. Хорошая проверка. Если вы не можете прочитать предложение вслух на одном дыхании, разбивайте его на два. Ну, вот приведу пример вам из работы своего журнала. У нас была девочка, которая работала младшим ассистентом отдела моды, очень хотела писать. Делала это плохо, я не принимала ее текст, она дико на меня обижалась. Читать это все было невозможно, это все было напичкано словами «Вы почувствуете аромат гортензии, открыв ротара этого аромата, наслаждаетесь эксклюзивностью». В общем, какой-то был кошмар. Я долго с ней работала на эту тему, все было бесполезно. Потом ей было дано задание написать о неком бьюти-опыте в салоне, куда она должна была пойти, это все, значит, сделать, проверить на себе. И она в общем чате, который мы ведем вместе с моими журналистами в журнале «Лефисель», написала дико остроумное сообщение, длинное, о том, как это все было, как это там с ней происходило. Это было остроумно, клево, мы все смеялись. И, в общем, я задала только один вопрос. А почему ты так не пишешь для журнала? Нет, ну там, вы понимаете, Ксения, там другая аудитория. Как же вот возможно, я вот тут в таком разговорном жанре. Это полное непонимание современной реалии журналистской работы. Вы должны писать именно просто, доходчиво, и то, как будто вы рассказываете в смс-ках подруге некую смешную историю. Это главное правило. Далее. Это должно быть динамично. Не бойтесь использовать больше глаголов. Глаголы всегда придают динамики и мотивационности. Поэтому следите. И, в общем, такое простое правило. Просто следите за количеством глаголов, усиливайте их в том, что вы делаете. Пишите для конкретного героя. Прямо представляете себе кого-то, для кого вы это пишете. Может быть, у вас несколько героев, но вы должны всегда обращаться не в целом к залу, а к какому-то конкретному человеку, которого вы для себя выбрали, сформулировали, и рассказывайте это все ему. Коротко. Тут все понятно. Лонгриды на 150 тысяч страниц, они уже уходят в прошлое. Увы, это так. Они остаются актуальны для поколения X. И то число людей, читающих лонгриды, оно уменьшается. Это тоже факт, который вы должны понимать. Чем короче вы будете писать, тем будет лучше. Не забывайте при этом про абзацы. Кашу маслом не испортишь. Хороший текст никогда не испортишь абзацами. Это тоже то, чему я всегда учу журналистов, которые приходят ко мне работать. С эмоциями. Каждый ваш текст должен быть эмоционально окрашенным. Выпишите для себя все эмоции и анализируйте, удалось ли вам эмоционально зацепить вашу аудиторию. Постарайтесь вначале прочувствовать это сами, потом опубликуйте ваш текст. Пишите точно. Это важно. Одна-две неточности, и вас просто будут игнорировать, потому что, в общем, неточности очень портят общее некое впечатление от текста. Старайтесь все-таки над этим работать, старайтесь, чтобы этих неточностей было меньше. Понятно, что они бывают у всех, но нужно стараться, чтобы их было меньше. Ну и последнее правило – красиво. Все в жизни должно быть красиво, в этом я абсолютно убеждена. Не скупитесь никогда ни на хороший дизайн, с правильным изображением, с правильным шрифтом. Любая такая мелочь, которая, казалось бы, мелочь, она на самом деле не мелочь. Из этого выступает некое общее впечатление вашего текста. Правильно подобранная картинка, иллюстрация, правильный шрифт, которым это будет все написано. Это все придаст правильной такой эстетской окраске вашего текста. Ну что же, соблюдайте вот эти правила, и тогда с вами прибудет сила копирайтинга от Ксении Собчак. Ну и в заключение, мой последний сайт. Люди покупают не то, что вы предлагаете, а кем вы являетесь. Запомните это простое правило. Очень важно понять, что, в общем, независимо от того, что бы вы ни предложили, и прежде всего будет стоять ваша личная фигура, то, как вас воспринимают, то, зачем к вам обращаются, и то, чем вы можете быть интересны своей аудитории. Иногда мы сами, и я в журнале, и в своем инстаграме, который, как уже говорила, тоже считаю СМИ, отказываюсь от того или иного контента по причине того, что он не соответствует моему формату. Не потому, что это плохо, не потому, что я против чего-то, но вот я считаю, что условно каждый человек ассоциируется с какими-то темами, вещами, людьми, с которыми ему интересно поговорить. И, в общем, нужно выдерживать этот формат, не соблазняясь иногда на, может быть, очень хороших героев. Но, в общем, я в этом смысле всегда вспоминаю одну из своих первых журналистских работ. Лет 7 вместе с моей коллегой Ксюшей Соколовой мы делали материалы в журнале GQ. Материалы эти были объединены нашими, мы придумали некую общую концепцию, что мы, извините за слова, но детей тут вроде нету и не пускают, мы берем интервью только у феерических мудаков. И, в общем, все, кто не подходит под это определение, мы как бы с ними не разговариваем. То есть даже если человек, ну, как бы нам милый, хороший, может быть, даже сложно доступен, но если вот под это определение он не подходит, мы с ним не разговариваем, потому что это должна быть галерея очень колоритных людей в хорошем смысле слова. То есть не обязательно феерический мудак, это всегда плохое определение. Он просто вот определенный герой, за которым мы охотимся. То же самое условно сейчас в моей интервью в программе «Собчак живьем». Я стараюсь не приглашать людей, которым я не могу задать неудобные вопросы. То есть, в общем, есть много людей, у которых мне, как интервьюеру, было бы интересно взять интервью и сделать какой-то материал. Но условно формат моей телевизионной программы заключен в том, что я приглашаю людей на сложный разговор, на сложный для них разговор. Не обязательно обидный, не обязательно это должны быть чиновники «Единой России», но это должен быть сложный для человека разговор с неудобными вопросами. Поэтому очень важно выдерживать свой формат и уметь отказываться от тех предложений, которые не соответствуют тому, кем вы являетесь или кем вас воспринимает ваша аудитория. Учитесь это делать. И, в общем, если вы правильно будете таргетировать свою аудиторию и правильно будете представлять, чем ценны вы и ваше предложение, то проблем у вас быть не должно. И, в общем, должно все получиться, если вы будете следовать моим советам. И почаще меня приглашать на ваши конференции. Спасибо вам огромное за внимание. Мне было с вами интересно. Надеюсь, вам со мной тоже. Я не всех усыпила. И увидимся. Я уверена, что еще. Спасибо. Забираю бумажки. Мне сказали уходить молча. Счастливо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok